Итак, сегодня у нас уже третий день отъездной. Мы сейчас идем кушать. Почему мы кушать? Идем проверять. Мы идем в столовую, в столовую, в университет Поплазково. Культурой, какой-то культуры. Культурой спорта. Культурой спорта? Бля, такой спортсменчик. Пока ты на дескатную идешь. Бля, у меня пятна. А у меня тут пятна на шаурме. От шаурмы. Ты за шутку говоришь, вообще что я? У тебя нет, я не забыла. Короче, блядь. Мы идем. Мы с этим спать. Сегодня у нас будет море, наконец-то. В последний день мы увидели только издалека это море. И то вечером. И то холодно было. Сейчас мы идем в поляцию желудка. Потому что за два дня в Одессе мы ели всего лишь навсего. Шаурмей и хачапури. И хачапури. Все для нерусских. Все для нерусских. Все для нерусских. К нерусским сходили. Но мы пили пиво. Мы ели рыбу. А не. Он его волосы воняет рыбой. Бля, у меня рыба вчера брызнула. Я вчера голову оторвала рыбой. Шишка, блядь. Блядь, нахуй он так орет? Что-то ебаный свои педали тормозом, бля. А тут, короче, вообще... Ты же боишься машин, да? Я же забыла. Полный пиздец, мы забыли сказать. Короче, смотрите, как здесь находятся окна. Здесь можно тупо взять и перелезть. Окна находятся по колено. Короче, если вы забыли, что дома включили, если же у вас нет ключей, вы экономите 40 гривен. Что делать, не монтировать. Не клонировать, короче, ключи, блядь. Если вы не один живете в квартире, то можно просто перелезть через окно и все дела. Но это еще даже окна находятся высоко. Потому что находились окна, мы даже вчера видели, буквально... Это, наверное, сантиметров 20, блядь. Сантиметров 20, сука, от асфальта вообще. Ну, это просто пиздец. О-о-о, наша маршрута поехала. Одна единственная, которая вообще здесь ходит, блядь. Ебаный Богдан, который нас не может никак довезти до Скворцова. Он постоянно ее, блядь, проезжает. И мусор не... А мы правильно вообще идем? Да. А, нам же... Разве они там находятся? А, они туда же уже шли? Да, вчера ночью шли. Вчера ночью шли, метели территорию. Вот, похоже, водители такие самые видят, как и ты, потому что ничего не помнят. Так в первый раз. Не, ну серьезно, оно так вот и меняется, блядь. Что мы еще вчера видели? А, мы видели... Мы видели очень... Мы видели рогающую пасыку. Тем более тройного. Ну, то есть... У него три оборота было, короче. О, собака балабака по лесу уйдет, шишки собирает и в карман кладет. Вот упала шишка, прямо собаки в рот. Собака рассердилась и ногой топ. Мама, мама, мама. Это вышло, походу, собак из хозяина. Короче, мы видели рогающую вчера пасыку. Лиза быстренько-быстренько шла, чтобы ей не было это все противно. А я, наоборот, остановилась и не начала пиздела, 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 пиздела. Все равно ему пофигу, что было, что я говорила. Ну, блин, мне хоть как-то полегчало, но, с другой стороны, не полегчало, так как меня даже никто не слышал. И делали вид, что они ничего не слышали. Мне кажется, они даже не обретили внимания, не поняли, что я им вообще что говорю. Так вот, еще что нас поразило, это лежащие собаки, которые лежат прямо на дорогах, где ходят до хрена людей, очень шумно. Вот такие окна. А, вот, вот эти окна, да, которые как раз можно тупо переступить. А нет, еще вчера были еще ниже. Еще ниже были, но все равно. Да, еще ниже. Сейчас, например, предмет. Водействуют почти все маленькие дома. Трехэтажки, двухэтажки, блядь, у них всех, походу, в туалете, блядь. Зато тут такие охрененные машины ездят, пиздец. И когда мы только видим высотные дома, мы в шоке. А, вот, вот эти высотные дома. И еще там, где ты вчера пометил территорию. Мы это потом выключим на пи. Ебанусь, тут даже петухи, посмотри. Слышала? Не слышала. Ебанусь. Так что? Я так не рассказала, да, собак, ты меня постоянно перебиваешь, блядь. Итак, гуляются собаки на дороге, прямо на празднике. Это то же самое, что у нас в центре, в Непре, на День города. А у нас в центре вообще нельзя найти собак. У нас люди валяются, а тут собаки. Да ничего подобного. Здесь, блядь, люди тоже, блядь, помуслили. Ну, какие у нас, блядь. У нас валяются, шоколады. О, чё. Вот. И, короче, собаки тупо отмороженные валяются, лошади ходят. Там, чуть ли не понимаем, пофиг. Спят они, понимаете. Когда, блядь, музыка хуярит везде. Люди до хрена пьют, а орут. А собакам посрать. А еще нас удивило, когда мы сидели пили пиво возле какого-то памятника, в центре. А Лиза сидела еще. Хопала. Клея. И не только клея. Она еще взяла ганджубас. Ганджубас, правильно говорит? Она взяла ганджубас, пяточку взяла. И к нам подошел мент. Я думала, все, штраф как всегда, блядь. У нас же вообще не приняда ни курить, ни пить. Штрафуют. Ну, если ты, конечно, захочешь, и тебе реально повезет, то ты можешь выпить спокойненько. Тут же наоборот. Он к нам подошел, покурил. Причем он сам был не в трезвом состоянии, я в этом уверена. Да, у него ружья какая-то неолю была. И, короче, он даже нам ничего не сказал. Посидел возле нас, покурил, повтыкал и пошел. Мы просто были в шоке. Как так? Как так? Короче, когда мы сейчас уже доходим до этих конченных рельсов... Нам еще нужно идти. Потом еще будем идти. Дальше мы с вами еще созвонимся, встретимся. Да, когда будем кушать, мы вам всем пожелаем приятного аппетита. Ну, если сейчас кто-то тоже сидит, смотри, тут уже цветы реально, посмотри, я в шоке. И эти пчелы летают, оводы. Ебать. Боже, хоть бы мы завтра приехали в Днепр, и такая же самая нас красота уже ожидала. Почки уже есть, охереть. Россия, привет, передаешь? Да, Россия, Россия, уже столько привет, передаешь. Мне кажется, им уже тошнит от меня. Короче, привет Украине. Привет, Ганчубасам. Из Неврой Петровской.